Всем привет, с вами Megabzor.com и мы продолжаем изучение 10-го поколения процессоров Intel и флагманского чипсета Intel Z490 Express. Сегодня у нас на тестах плата Gigabyte Z490 Vision G в паре с процессором Intel Core i7-10700K. Если большинство плат, которые мы изучали ранее, позиционируются на игровую аудиторию, то серия Vision предлагает ряд оптимизаций для фотографов, дизайнеров, стримеров и тех, кто работает с видеоконтентом, позволяя быстрее решать поставленные задачи на фоне исключительной надежности в режиме повышенной нагрузки. Более подробная информация по характеристикам по ссылке в описании к этому видео. Упаковочная коробка в светлых тонах. В комплекте 4 SATA кабеля, диск с программным обеспечением. Оформление плат серии Vision отличается от бросково-агрессивного дизайна, характерного для продуктов игровой линейки. Сочетание алюминиевых панелей и белых элементов смотрится строго и элегантно. Выполнено в ATX формате. На борту три М2 разъема. Два из них с металлическим радиатором с хедмой работы PCI и PCI SATA для двух нижних. А вот верхний тут сопровождается предупредительной наклейкой. Он PCIe 4.0. Да, мы не опечатались, его установили за дело на будущее. Текущие процессоры, напомню, лишены поддержки. Она должна появиться уже со следующим поколением. Для PCIe 3.0 вклад расширения предусмотрены три разъема в исполнении X16. Первые два с металлическим усилением. Верхний способен работать в режиме PCIe X16. Средний PCIe X8. Нижний PCIe X4. Эту секцию дополняют два разъема PCIe X1. В нижней части платы размещены колодки для подключения портов USB 2.0. На корпусе COM-порт, выходы под светодиодные ленты, аудио-выходы, кнопка Q-Flash для обновления BIOS. И контактная группа для подключения кнопок и индикаторов на фронтальной панели корпуса компьютера. Коммуникационные возможности Z490 Vision G дополняет скоростной порт USB 3.2 Gen.2. Раньше его не было на платах чипсета предыдущего поколения. И порт USB 3.2 Gen.1. За сетевое подключение отвечает контроллер Intel i225 с пропускной способностью 2.5 ГБ. Предусмотрена возможность назначать приоритеты для трафика. Кроме двух разъемов M.2 для организации дисковой подсистемы можно задействовать 6 G-образных SATA 3 разъема. Все они расположены группой. Если самый нижний M.2 будет задействован, то один из SATA портов будет отключаться. Схема есть. Питание на плату подает через два четырехконтактных ATX-разъем, а также связку из двух разъемов ATX 12-го питания процессора. 8 и 4 контакта соответственно. В данной плате перемена 12-фазная подсистема питания. Дроссели с ферритовым сердечником. Силовые компоненты охлаждает металлический радиатор с массивом наборных пластин. Они соединены между собой медной тепловой трубкой. Непосредственно на чипсет Z490 установлен металлический радиатор со схематичным рисунком. 4 DIM-разъема для установки модулей оперативной DDR4 памяти с максимальным объемом до 128 ГБ. Предусмотрена возможность и поддержка SATA до 5000 МГц, естественно, если она у вас есть в XMP-профиле. Для организации дополнительного охлаждения на плате размещены 4 фан-разъема с функцией PWM. Три из них расположены в верхней части платы. На декоративном кожухе над секцией портов ввода и вывода продольная зона с многоцветной подсветкой. Дополнительно к ней можно подключить ленты с напряжением как 12, так и 5 Вольт. 4 разъема. Поддержит технология RGB Fusion. Секция портов представлена тут портами USB 2.0, PS2, шестью портами USB 3.2 Gen1, двумя портами USB 3.2 Gen2, один из которых в исполнении USB Type-C, разъем RG45 и шесть разъемов для многоканальной аудиоподсистемы. За звук тут отвечает кодек ALC1220. Установлены конденсаторы, аудиофильские и предусилитель для высокоумных наушников и гарнитур. Графическая оболочка BIOS оформлена в строгом стиле. На главный экран выведена сводная информация о системе и быстрой настройки. Есть локализация для русскоязычных пользователей. Вкладка Tweaker содержит детальные опции по разгону процессора и памяти. Gigabyte Z490 Vision G предлагает детальный набор настроек. Общие настройки системы и настройка портов и разъемов. Сводная информация о системе. Опции загрузки. Часто используемые функции можно добавить в закладку «Избранная». Для операционной системы с официального сайта загружается утилита управления. Так, AppCenter выступает базовой. С ее помощью можно просмотреть перечень установленных фирменных приложений Gigabyte, а также дополнительное ПО. RGB Fusion пригодится для управления подсветкой. Изготовитель предлагает готовый набор эффектов. Настраивать можно по отдельности или группой, синхронизировав работу всей системы. EZ-Tune пригодится для экспериментов с разгоном и тонкой настройки параметров системы. Мы проводили тестирование с процессором Intel Core i7-10700K. Плата Gigabyte Z490 Vision G стабильно отработал на частоте 5.1 ГГц. Все результаты тестов привезены именно для этой частоты. Установлены две планки памяти T-Force Extreme ARGB, частота 3600 МГц. Проблем с запуском под управлением XMP профиля не возникало. В бенчварках, которые затрагивают графику, мы использовали простую видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1650. Дополнительно мы провели разгон процессора. Здесь получили стабильную частоту 5,2 ГГц. Память удалось при этом разогнать до частоты 3733 МГц без повышения таймингов. Как итог, материнская плата Gigabyte Z490 Vision G – интересный вариант для сборки системы в паре с процессором Intel Core 10-го поколения, включая старшие решения Core i7 и Core i9, 12-фазная подсистема питания, эффективный отвод тепла от силовых элементов, два радиатора Thermal Guard для охлаждения M.2 накопителей, доступ в сеть с трестными скоростного контроллера Intel 2,5 ГБ, функция подсветки RGB Fusion, оригинальный дизайн, хороший задел на будущее для накопителей M.2 PCI-4.0 и солидный набор портов. Может не понравится ограниченное количество разъемов для подключения системных вентиляторов. С удовольствием обсудим с вами плату Gigabyte Z490 Vision G. Всем спасибо за внимание и пока-пока!